на улице не такой уж сильный мороз хера привет хера хера хорошая хера хорошая хорошая херни это все понюхала узнала меня спасибо иди отсюда иди отсюда твоя тебя боюсь она опять там кого-то увидела вот побежала защищает свою территорию а там костя ходит на улице солнышко такая красивая погода нету ветра блин сейчас как погуляем смотрите я думаю будет прикольно давай принеси сюда давай сюда иди сюда иди сюда иди сюда давай дай дай сегодня мы с вами направляемся в потрясающее место виды которые вы наблюдаете сейчас это дорога туда а туда это место называется хистрия добро пожаловать самое старое археологическое место в румынии истрия датируется третьим веком до рождения христа и сохранилась она для своих лет в потрясающим состоянии потрясающим абсолютно охренительное место мы с вами сейчас направляемся к некрополю который в свое время был расположен за пределами древнего города он включает в себя многочисленные погребальные курганы и небольшое количество плоских гробниц некоторые курганы достигают четырех или даже пяти метров в высоту другие поменьше в центре кургана находятся могилы где рядом с мертвыми ставили сосуды особенно амфоры среди самых ярких открытий была находка кургана седьмого века которая принадлежала одной очень важной шишки который е умер и вместе с собой впоследствии погребального ритуала похоронил 35 человек несколько лошадей и ослов как как вам такой поворот ну а сейчас мы заходим в сам город обратите внимание пожалуйста на дорогу который стоит до сих пор здесь вы можете увидеть сохранившиеся руины греческих храмов священной зоне мощенные улицы и кварталы домов и мастерских смотри смотри сколько сохранилось ну конечно как ему не сохранится это ж тогда строили не то что сейчас разваливается через полгода вы же понимаете что это место этот город существовал тогда когда древний египет имел еще фараонов или когда был основан рим даже даже римской империи еще не существовало когда этот город уже стоял это была улица целая вот улица целая дорога которая и шла вот так вот вдоль блин как она хорошо сохранилась эта крепость является старейшим засвидетельственным городом на нынешней территории румынии настоящее время он находится на территории коммуны истрия недалеко от констанции хистрия была основана греческими поселенцами где-то в шестьсот тридцатом году до нашей эры как порт на черном море то куда мы сейчас с вами заходим это оборонительная башня она соединяется мощенной оборонительной стеной свое время таких башен было 10 это кстати самые высокие стены которые сохранились до наших дней на самом деле я считаю что эти башни были намного больше и то что мы сейчас наблюдаем это только фундамент знаете почему я так считаю потому что у нас есть возможность залезть наверх по сохранившимся лестницам будучи наверху я сразу же обратила внимание на толщину стен стены там примерно в 2 метра толщины плохой из меня оператор что я прям не взяла и не показала этого но реально они очень большие мне кажется мы зашли в турецкие бани вот честно мне кажется мы зашли в турецкие бани потому что здесь есть колодец здесь выкладка и и такая вот видите она более-менее круглая и когда мы заходили вовнутрь мы проходили по мозаике которые ее это стелили сейчас я еще найду вход как мы заходили вот видите мозаика поэтому я могу только предположить с косточкой что здесь были турецкие бани давайте покажу вам больше нет но не прям турецкие бани это были римские бани очень большие римские бани да вот точно что то такое который может текла вода а ну здесь был огонь точно может да действительно может здесь был огонь тоже такие по чтобы согревать все снизу теперь после всех моих предположений давайте вернемся к фактам поселение снабжалось водой по трубам длиной 20 километров друзья мои 20 которые снабжали бани построенные в римские времена улицы дома там даже даже были физкультурные и культурно-художественные учреждения которые также снабжались этой водой железные держатели что ли но они же были мечи естественно что у них было и железо здесь когда-то жили люди косточка и действительно жили и развивались разбивались они на протяжении почти 1300 лет начиная с греческого периода и заканчивая византийским периодом в греческий период город состоял из двух отдельных частей акрополя и гражданского поселения по образцу часто реча ющемуся в древнегреческих городах структура которая сохранилась кстати до тех пор пока город не был заброшен в седьмом веке нашей эры кстати первые монеты с нынешней территории румынии были отчеканены именно здесь это кувшин а он внутри имеет что-то камни он большой этот кувшин и вы еще раз копать надо ты и он целый а что как ты думаешь что здесь держали здесь проводится еще до сих пор проводятся раскопки и мне кажется их никогда не нужно останавливать потому что смотрите они раскопали почти раскопали кувшин он земле он огромный он где-то если его вытащить он со мной ростом метр 50 даже больше капец какой он огромный я офигею ты смотри здесь целый вход в дом мне кажется что мы зашли именно в ту часть города где жили люди то есть гражданская часть смотри и там улица и там улица бочки какой какой он большой этот город жил за счет того что он являлся портовым городом в те времена очень много больших кораблей причаливала к этому городу потом через некоторое время море опустилась и не все корабли могли причаливать хистрия бы и была разрушена в 7 веке нашей эры нашествием авара славян свое время она также участвовал в многих войнах поэтому вот последнее вот именно это нашествие и сгубила потрясающе как как по мне место смотри здесь было что-то круглое может это был камин да может это было может это было какое-то административное огромное большое здание потому что смотри здесь место где могли что-то в воду держать я не знаю смотри пипец я не ожидала такое такое здоровское место так что-то так что-то живёт нах Aurнucration timeframe что я не знаю из этой страны в воде — это не знаю тупой и подрыво это и она растет то что-то тоже несет так что-то я обалдею представляешь себе это все еще нужно было откопать это же не все выкапывали все обтирали все вытирали она замерзла надо она немножко замерзла интересно вода здесь тоже соленая наши впадает в море какая какая ровная дорога и смотри как они вырезали ой смотря на ровное и знаешь если посмотреть назад то это ровная дорога ведет вперед к этому зданию где большие эти глубокие ямы это это было что-то серьезное что-то важно нет кость смотри здесь есть еще одна комната в которую можно пойти сады какие пластины глыбы большие друзья мои я надеюсь вам понравилось все что вы увидели я надеюсь вам понравилось все что вы узнали об этом месте и я настоятельно вам советую приехать и погулять по этому восхитительному месту оно очень хорошо сохранилось очень хорошо сохранилось вы не пожалеете поставьте пожалуйста лайк напишите комментарий что вы думаете об этом месте а мы с косточкой будем искать другие места для путешествия по румынии пока пока мальчишки и девчонки а также их родители Веселые истории Увидеть не хотите ли? Папа, пара, пара, пара Папа, пара, пара, папа В журнале Яролач